А? Поближе? Вот так? Угу. Ну, вы справитесь точно, все нормально будет. Какой праздник отмечают 12 апреля? Ой, не знаю, все. Вау! Наша планета — это колыбель разума. Но нельзя же вечно жить в колыбеле, так утверждал Циолковский, отец русской космонавтики. Он грезил космосом и во многом благодаря его расчетам и теориям 12 апреля 1961 года наш Юрий Гагарин первым полетел в космос. Позднее эта дата стала Международным днем авиации и космонавтики. Меня зовут Настя, вы смотрите Конаково онлайн. Сегодня спросим у жителей нашего города, знают ли они, какой праздник отмечают на нашей планете 12 апреля, как звали первого космонавта и кто первым побывал на Луне. Какой праздник отмечают в России и вообще в мире 12 апреля? День космонавтики. День космонавтики. Не помню. Жена, я не могу шармурировать. Какой праздник отмечают 12 апреля? 12 апреля отмечают праздник. Мы не знаем. О, 12 апреля. Не скажу я вам. Ой, не знаю. Понятия не имею. Даже не знаю. День космонавтики. День космонавтики. Да, супер. Громче. Пасха. День космонавтики. Какой праздник отмечают 12 апреля? О, 12-го не знаю, 7-го знаю. А, день космонавтики. Забыл, не помню. День космонавтики. День космонавтики. Как звали первого космонавта? Юрия Гагарин. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Кто такой Юрий Гагарин? Это первый человек, который побывал в космосе. Как зовут первого космонавта? Юрий Гагарин. Юрий. Юрий Гагарин. Правильно. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Гагарин. Юрий Гагарин. Кто первым попал на Луну? Ну, говорят американцы, но я считаю, что все-таки это мы сделали. Ну, а фамилия американца, который известен, что попал? Да. Еще певец такой джазовый есть. В голове крути, сейчас я вспомню. Он еще флаг поткнул, я помню. Да, был флаг, да, и там говорят, что это студийная была запись. И это не факт, что они были на Луне, потому что в голове крути, не помню. Нил Амстронг. Да, точно. Кто первым побывал на Луне, знаете? Собаки. Собаки, белка и стрелка. Белка и стрелка. Кирилл Бауэр. Крыски там. Кто? Крыски. Собаки. Собаки. Это всех запускали. Нам так в истории говорили, что сначала крыс каких-нибудь там... Живот. А, на Луну? На Луну первый попал. Собаки. Крымка. Собаки. Собаки. Живот. Так, это у нас сегодня популярный ответ про собак. А кто первым попал на Луну? Вот этого я не могу вам сказать. Так. Американцы, но кто там первые были? Их там несколько было. Нил Амстронг. Официальная версия, что он попал. Американец, да, все правильно. Кто первым побывал на Луне? Ну, сложный вопрос. США, ну, по официальной версии. И... Да, по официальной. Фамилию? США, фамилию нет. Не скажу сходу. Кто первым побывал на Луне? Юрий, Гагарин. Девушка. Стрелка и стрелка. Кто первым попал на Луну? Ну, он же и попал. Гагарин. Гагарин. Так, принимается. Кто первым попал на Луну? На Луну? На Луну не знаю точно, не могу сказать. Я думаю, что русский. Именно фамилию не знаю, не скажу вам. Кто первым попал на Луну? Типа американцы, на самом деле. Амстронг, вот. Но на самом деле, я так понимаю, что это обман. Ну, неизвестно, да. По общей принятой версии так. Кто первым попал на Луну? На Луну? Что у него сожолся никто? Наверное, сначала зонт, а потом уже американец. И звали его? Сейчас не скажу, не знаю. Певец джазовый еще такой есть, с похожей фамилией. Не, Элтон Джон точно не был. Нил Амстронг. Не был. Кстати, благодаря космической эре в нашей повседневной жизни появилось много полезных вещей. Например, точная система GPS или знаменитая подошва кроссовок Nike Air. Результат современных технологий изготовления шлемов для скафандров. А всем известный аппарат измерения давления, который сейчас можно купить в любой аптеке, впервые был создан специально для космонавтов. С вами была Настя. Подписывайтесь на Конаково онлайн. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!